Эти термальные воды по своему химическому составу ничем не уступают источникам в Карловых Варах, а эффект на организм еще благоприятнее, чем на знаменитом чешском курорте. Главный врач санатория Лаба проводит экскурсию Вениамину Кондратьеву. Губернатор уже не раз говорил о том, что Кубань может быть не только морским курортом, но и бальниологическим. Собственные источники с термальными водами – прекрасная возможность для развития нового для региона туристического направления. «Самое главное, что этот курорт доступен для нашего населения. Конечно, сегодня надо понимать, что те, кто живет в крае, они тоже хотят отдыхать не только на побережье Черного моря, но и на таких местных Карловых Варах. А если где-то что превосходит, тогда что нам еще лучше желать и куда нам еще ехать? Только дома. Все правильно, всегда. Местные жители поддержали идею о развитии курортной отрасли в районе, причем готовы выходить на всероссийский уровень, заверили Кондратьева. Кстати, маршрут своей поездки в Лобинск губернатор скорректировал тоже с учетом пожеланий людей. Надежда Печенкина через социальные сети попросила Венимина Кондратьева помочь с благоустройством территории вокруг нового многоквартирного дома, о которой почему-то все забыли. Вот наш двор. Благоустройства никакого. Четыре года мы добиваемся этого благоустройства. Многоэтажка была построена еще в 2010 году, но ни парковочных мест, ни детской площадки так и не появилось. В проекте застройщика даже не было ничего прописано. Хотя это как минимум идет вразрез со здравым смыслом, недоумевает глава региона. И дает поручение местным властям решить проблему до 1 января. Чьи-то интересы, я думаю, больше как бы блюдете, чем интересы людей. Вот мое мнение. Потому что если такое происходит, то явно интересы людей не на втором месте. А интересы заказчика или подрядчика не на первом. Мы дотянули этот проект до конца по домам. И это был первый вариант. Не было еще опыта у нас. В разделении, значит, вот каждый дом индивидуально, чтобы это все выделялось. Я понял, что как бы жвачку жуем, толку не будет. Первое. Первое. Отмежуйте четко участок, чтобы они понимали в натуре, какая земля находится к этим четырем домам. Четко определить, где у них может места для парковки будет, если позволяет агент для игры детей. Вот они на самом деле и страдать не должны. Еще один объект, который привлек внимание губернатора, заброшенный долгострой в центре Лобинска. В 90-х здесь пытались построить детский сад, но с того времени применения зданию так и не нашли. Это как минимум не по-хозяйски, возмущается Вениамин Кондратьев. Мы 10 лет говорим, что оно застыло в этом положении. Оно застыло в этом положении, потому что мы, власть в первую очередь и муниципальная, дала возможность этому долгострою застыть. Сделайте тогда экспертизу. Насколько возможно, нам официально нужно заключение, что дальше строительство невозможно этого объекта. В этом случае, я полагаю, у вас есть основания, если обратиться в суд, о сносе данного строения. Разговор о проблемах района продолжился на встрече с местными жителями. Самая больная тема типична для всего региона. Земельный вопрос поссорил местных крестьян и крупный агрохолдинг. Десятки фермеров из нескольких станиц и поселков рассказывают, как попали под его каток. Сельскохозяйственная компания работает на арендованную фермера в земле. Срок договора истек, и они захотели вернуть территорию себе обратно. Однако, по словам крестьян, компания фиктивно подделала документы о протлине аренды. Подобная ситуация в упорницком сельском поселении. Агрохолдинг Каневской в наглую заходит на поля, он их дискует, готовит к севу. Не считаешь ни собственником, ему на все это наплевать. Ко мне прямо в подъельник подъезжайте, вот именно вы подъезжайте, возьми все телефоны. Спасибо. И вот через него подвезите. Мы... Давайте. Ребят, пока не хопаем, потому что я понимаю, воевать придется. Все, я понял. Хорошо. Возьмите свои обращения в прокуратуру, в милицию, куда вы обращались. А заставляю свое право дать оценку действиям всех правоохранительных органов. И осветить ее до самого федерального уровня. То есть мы не должны играть с землей и с людьми. Подобная ситуация еще раз подтверждает позицию губернатора. Крупные агрохолдинги задавили личные подсобные хозяйства. Землю для собственного дела крестьянам получить было почти невозможно. Правила ведения сельскохозяйственного бизнеса нужно изменить в сторону небольших фермеров, настаивает губернатор. Проблемы, которые есть у вас, их надо решать. Если их не решать, они со временем для власти находятся еще дороже. И для меня принципиально важно, чтобы местная власть, краевая власть способствовала разрешению вот этих проблем, вот этих вопросов, а не заведению их еще в больший тупик. Вот по час именно так, когда власть бездействует или она отмахивается от проблемы, она становится тупиковой. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Лобинский район. Ирина Касабова, Денис Перец. Продолжение следует...